здравствуйте в эфире телеканал айтон тв программа за гранью программа о необычных явлениях природы и о людях с необычными способностями и сегодня вновь у нас в студии ясновидящая сара знаменитая ясновидящая которую давно ждали в израиле хорошо знает израиля сара здравствуйте рад вновь приветствовать вас в нашей студии вы занимаетесь гаданием на воски гаданием по картам книги ну и анализ прошлого изучение настоящего с тем чтобы предсказать будущее и каким-то образом на него повлиять все правильно да здравствуйте совершенно верно вот после наших программ так я везде тоже представлял что гадание по книге то есть обычно говорят по книгам а тут по книге сразу встает вопрос который многие нам задавали а что что это за книга такая по которой вы гадаете ну вообще эта книга я ее очень долгое время держала большом секрете много лет сейчас наверное открылся тот момент когда я могу о ней рассказать это очень старинная книга которая передалась мне по наследству от моей прабабушки в которой находятся самые древние самые настоящие заговоры то есть это волшебная книга такая на сто процентов а на каком языке секрет который могу прочитать только я а то есть это какой-то вообще язык который можете прочитать только понимаю ее только я ну и понимала ваша мама понимала бабушка это и есть секрет в этой книге что там находится самый большой волшебство то которое передается по наследству даже не так книга важно как человек который ее может прочитать и понять в прошлой программе вы говорили что вообще вот этот особый дар которым вы обладаете он передается в вашей семье по наследству но только по женской линии то есть мужчина вообще к этому отношениями да и не все женщины а я расскажу а то есть это выборочно я думаю что все кто еще раз повторяю в прошлой программе я это говорила что девушки рожденные в нашей семье автоматически рождаются с этим даром но не каждый может воспользоваться им вот это что я я понял из прошлой программе чтоб не каждый может то есть дар есть у всех но не каждый может удар уметь применять да то есть для того чтобы его применять нужно отдельно как-то учиться или это тоже нет учиться это такое слово я его не люблю не научишься никогда этому дару она переходит по наследству и не каждый может его применить то есть это должно пройти такое время то есть это как вспышка или пошло или нет то есть вы предсказываете будущее я обязательно в ходе нашей программы задам вам пару вопросов по так сказать по текущим событиям в мире которые наверняка всех интересуют вот но это это чуть позже и так почему вас называют одни называют вас самый сильный волшебницей а другие называют израильские волшебницы что за этим кроется а я расскажу так как есть во первых начну наверное самого конца потом продолжу вас я устала исправлять чужие ошибки 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 тех людей которые люди по своей проблеме к ним обращаются они мне правильно помогают неправильно дают какую-то информацию и после этого люди ко мне обращаются и я начинаем подсказывать помогать исправлять чужие ошибки поэтому обратившись ко мне человек даже не успел еще когда ко мне он обратиться он автоматически сразу получает ответы на все вопросы которые его интересуют это полный расклад на сто процентов своей жизни то есть он даже не задавать вопросы вы уже знаете конечно пришел человек который ко мне должен прийти на прием я сразу знаю его проблему то есть человек получает сразу автоматически полный расклад своей жизни и если ему нужна помощь я ее предлагаю и уже начинаю все исправлять и помогать а были у вас ситуации что человек приходил к вам с одним а вы в ходе разговора или в ходе так сказать общения выясняли что у него есть еще другие проблемы может быть не менее важная может быть еще и более важны конечно человек приходит по вопросу что мне будет по работе или же что получится сыном женится не женится будет он жить с с этим человечеком который сейчас связан то есть всевозможные вопросы человек приходит и обычно это всегда так человек при ко мне приходит и хочет узнать один вопрос но я ему раскрываю полностью всю его жизнь то есть он параллельно получает ответы на вопросы о которых он может быть даже не задумывался но тем не менее самые важные даже бывают такие ситуации что человек обращается ко мне с одной проблемой думая что эта проблема у него она единственная а я нахожу совсем другие проблемы и ставлю его на истинный путь оказывается что эта проблема с которой он обратился она является главной а она может быть является следствием другой проблеме с какими-то проблемами интерес что будет дальнейшем как сложится судьба моего сына то что я хочу спросить как как сложится определенные события когда закончится война я никогда на своем приеме я не задаю вопросов зачем вы ко мне пришли имя год рождения и полный расклад на 100 центов при этом мы с вами в прошлой программе говорили что приходить не обязательно физически то есть обратиться можно и виртуально конечно очень много людей обращаются из других стран из других городов которым нужна помощь но я не в силах быть по всей стране то есть две точки где меня человек может всегда найти это израиль и турция алания я там же скажите а по каким вопросам к вам можно обращаться то есть вот любая проблема то есть можно к вам обратиться и вы возьмете решать но я себя не люблю хвастать конечно но вообще это так человек ко мне повторю это слово обращается ко мне человек он автоматически сразу должен понимать что он в надежных руках а в каких жизненных ситуациях то вот как человек должен понять что ему нужно обратиться к специалисту там что это там что может быть то есть какая-то вот серия неприятностей там неудачи на на работе какой-то финансовый провал да то есть это может быть следствие каких-то так сказать серьезных влияний которые на него оказывают там ну например там его кто-то сглазил то что вы сейчас перечислили это уже серьезные глобальные проблемы когда человек чувствует и там уже он ко мне обращается я понимаю вижу что там уже большие проблемы да я понимаю что надо исправлять я предлагаю но вообще мой то что я всегда всем говорю и не перестану говорить вы чувствуете что у вас все хорошо у вас идет карьера у вас идет бизнес у вас семье все хорошо вы смотрите на других людей других семья что у ага у кого-то что-то плохо у меня как хорошо вот тогда специально обращайтесь еще больше нужно обратиться чтобы то что у вас есть всегда нужно сохранять и ставить например какую-то защиту от плохого сглаза или улучшить что-то то есть действительно сглаз существует у человека у каждого человека у которого все хорошо его могут сглазить например даже вы сами себя можете сглазить и я сама себя могу сглазить а что значит сам себя сглазить то есть это там похвастаться там или еще или что у нас что-то идет например то что нам понравилось и мать чистого сердца как хорошо вот уже сглаз все он пошел но если вовремя то есть это произнести или подумать или достаточно подумайте все равно это это и другое без разницы иногда даже не надо говорить об этом вы всегда думаете как же у меня все хорошо а потом пойдет все плохо не дай бог так хорошо как хорошо чуть-чуть там через левое плечо нет нет специальные молитвы есть специальные заговоры есть специальные защитные с такие вот как бы много всего сейчас не буду перечислять и человек может сам на раннем сроке себя этот сглаз снять но минуточку если он переходит более глобальный и мы этого не чувствуем а это на сто процентов всегда так тоже надо обращаться к настоящему человеку которую его с вас снимет на раннем сроке это значит я а вот нас научить на самом первом так сказать этапе снять взглаз самого себя это возможно вы это можете сделать то есть получить какую-то конечно как какие-то инструменты для того ко мне иногда человек обращается ему открываю карту вас говорю все хорошо вот вам молитва читайте иногда там даю к специальные какие-то рекомендации у этого человечка все хорошо происходит жизни сара ну вот вы приезжаете в израиль довольно часто что для вас означает святая земля если здесь какая-то особая энергетика получаете ли вы какую-то подпитку о святых мест конечно это единственное место для меня где я чувствую себя комфортно только потому что это самое святое место на земле хотя я очень разных я бываю по разным я всегда разъезжая по святым местам я очень верующий человек я не занимаюсь приворотами я хочу это подчеркнуть чтобы человек который ко мне будет обращаться он знал что он идет к тому человеку который всегда правильно ему подскажет и поставить его на истинный путь а а есть понятие такое но извините за такой вопрос там добрый волшебник злой волшебник обязательно я хотела бы поговорить на эту тему черная магия это злой волшебник так вот люди обращаются платят большие немоверные деньги давайте говорить так как есть это не секрет но через некоторое время они чувствуют совсем начинаются другие проблемы то есть глобальные проблемы что касается меня я не занимаюсь черной магией я больно живет добрая волшебница добрая да папа по настроению добрая ну давайте так как есть то есть без шуток я не занимаюсь черной магией но я намного сильно то есть если человек специально ищет какую-то черную магию иногда есть такие люди я это очень часто замечала мне нужна черная магия вы делаете вот это ли вот это вы можете мне исправить я говорю нет вы приходите мы посмотрим у вас совсем другая проблема вам она не нужна черная магия черная магия это такое свойство которое действует на некоторое время но последствия от него очень большие последствия для того кого заколдовали и по или последствия того кто заказал есть всегда на такие термины использование совсем как бы почему все правильно это действие всегда на здоровье первую очередь а потом уже на жизненной ситуации на денежной ситуации много разных можно перечислить это будет как говорится страну я так все нашу передачу как бы они нетерпеливо потирал руки хотелось бы задать вам несколько вопросов о том что происходит сейчас в мире ну наверное я не слукавлю если скажу что многих интересует вообще были очень много сейчас всевозможных спекуляций о здоровьях российского президента говорили что у него там операция какая-то там и так далее говорили что там он доживает последние дни и так далее так далее так далее то есть вот ваш профессиональный взгляд как долго проживет путин этот вопрос меня всегда волновало я знаю на него ответ и всегда знала он долгожитель и проживет очень долго хорошо но тогда второй вопрос который наверное в какой-то степени вытекает из первого как долго продлится война тоже больной вопрос большому сожалению она не закончится у нас сегодня завтра то есть она будет длиться в такой степени что как бы для кого-то она уже будет считаться законченной то есть где-то что-то будет образоваться уже лучше лучшую сторону но к сожалению на еще длится да мне очень так сказать оптимистический прогноз но спасибо за правду скажите как как записаться к вам на прием как вам попасть ну во первых человек должен позвонить написать если мой телефон не отвечает так как я всегда разъезжаю по разным странам и он всегда 24 часа я на связи телеграм и ватсап но мы дадим эти данные да также если ему более интересно узнать про меня я туда много что выкладываю это инстаграм и фэсбук то есть там есть там я более закрытая информация а инстаграм она более открытая практически это много что выкладываю и показываю иногда не всегда но показываю то есть какие-то обряды какие-то вот что нужно сегодня какой день то есть подпишитесь обязательно обращаюсь к зрителям там вы меня всегда найдете будете знать где я например в какой стране или же лично или дистанционно ко мне записаться спасибо спасибо большое я напоминаю что мы веселье беседовали с ясновидящей сарой анализ прошлого исследования настоящего и предсказание будущего не просто предсказание а возможность на это будущее повлиять на сто процентов спасибо всего доброго до свидания